Привет, друзья, привет! С вами снова я, Дима2DCube, и очередной выпуск свежих новостей мира музыкального оборудования от MusicMagTV. Ну что, друзья, я поздравляю вас с наступлением календарной зимы, и в связи с этим знаменательным событием мы подготовили для вас очередную порцию свеженьких релизов от известных и неизвестных производителей. Давайте по порядку. Начнем с железячных новинок, первым в списке которых сегодня числится вот такой вот симпатичный карманный синтезатор CraftSynth версии 2 от компании Model. Новая вторая версия малыша выглядит куда серьезнее первой, и в отличие от она, и полностью рулится с передней панели. Под капотом девайса цифровой монофонический вейвтейбл-движок с аж восьмью осцилляторами. Также здесь имеются цифровые эффекты, секвенсор, арпеджиатор и так далее. В общем, настоящий джентльменский набор для такого малыша. Стоимость девайса и дата поступления в продажу, впрочем, пока не сообщаются. Далее в списке железных новинок разместился вот такой чудо-агрегат под названием Rodecaster Pro от компании Rode, представляющий собой ничто иное, как универсальный подкаст-комбайн. Здесь имеется четыре микрофонных входа с встроенными DSP-улучшайзерами от Apex, которые, как утверждает производитель, заставят звучать ваши майки на миллион баксов. Также здесь есть четыре выхода для наушников с независимыми регуляторами громкости, два входа для подключения мобильника, ну, записывать телефонные переговоры, например, и USB-вход для записи звуков с компа или на комп в режиме аудиоинтерфейса. Работать с Rodecaster Pro можно и автономно, в этом случае подкаст будет записан на подключаемую сюда SD-карту. Имеется на борту и небольшой атавистический сэмплер с восьмью ячейками для запуска джинглов, которые можно загрузить в память девайса с компьютера. Цена Rodecaster Pro пока не сообщается, однако некоторые зарубежные онлайн-магазины уже начали принимать предзаказы на девайс в размере 850 долларов. Ценник этот с учетом узкоспециализированной направленности девайса выглядит вполне адекватным, но однако если же вы не планируете записывать никого кроме себя, то данная цацочка, пожалуй, и не нужна. Нормальный аудиоинтерфейс даже с четырьмя входами можно купить куда дешевле. Далее вот такая вот пэт-долбилочка от Alessis под названием Strike Multi-Pad, которая помимо библиотеки с более чем 8000 встроенных звуков умеет еще и грузить любые пользовательские сэмплы или даже записывать их автономно. Просто AK-MPC для барабанщиков какой-то, ей-богу. При этом встроенная память здесь составляет 32 гигабайта. Не пожадничали, как большинство, а это приятно. Помимо этого на борту имеется лупер, секция эффектов и все необходимые разъемы для подключения педалей и триггеров. Стоимость девайса при этом составляет 700 баксов. Ну и теперь назад в 80-е, друзья. К часам Монтана и странным девайсам умеющим издавать музыкальные звуки. Как насчет часов синтезатора, которые недавно появились на краудфандинговой платформе Kickstarter? Давайте посмотрим. Итак, вот уже более 30 лет разработчики пытаются создать уникальную модель часов, оснащенную встроенным синтезатором. Попыток было много, однако настало время забыть о прошлом и гордо встретить тех, кому удалось разместить по-настоящему мощный синтезатор, оснащенный самыми современными алгоритмами синтеза, в компактном наручном корпусе с небольшой функциональной клавиатурой. Встречайте часы синтезатор от AudioVelt. Невероятная мощь синтезаторных бас-лайнов и лидов просто поражает воображение, сдувая нас с звукорежиссерских кресел мощными бархатистыми басами. Ну а нанотехнологическая 12-клавишная механика от FATAR, напечатанная на китайском 3D-принтере, позволит с быстротой молнии исполнять самые сложные пассажи. Ну все это шутки, конечно, но на самом деле, если отбросить скепсис, то девайс выглядит довольно оригинальным. Часы не боятся воды, здесь есть выход для подключения к акустике на миниджеке, и возможность работы с мобильным приложением, позволяющим подорожечно записывать мелодии с часов, использовать арпеджиатор, барабанные наборы и так далее. Ну а сам корпус, как обещает производитель, корпус часов, разумеется, тоже должен стать посимпатичнее после запуска серийного производства, избавившись от деталей, напечатанных на 3D-принтере. Но это не точно. Но, господа, тем не менее, будем честны, цена в 700, мать его, евро, это, ну, явный перебор. 700 евро, Карл, да за эти деньги золотые часы можно купить, ну или весь набор карманных покет-операторов от TNH Engineering, в которых, кстати, тоже есть часы. И даже скидка для ранних пташек на кикстартер в размере 220 евро, нифига, на мой взгляд, не спасает ситуацию. Впрочем, если вы засомневались, то переходите по ссылке в описании и смотрите сами. Ну, а я, пожалуй, и дальше буду свои кассио за 25 евро носить. Тем временем канал National Geographic запустил второй сезон сериала Mars, в котором они все печатают на 3D-принтерах. У нас нет мастерской, давайте напечатаем ее на 3D-принтере. Так вот, если у вас нет винилового вертока, его теперь тоже можно напечатать на 3D-принтере. Смотрим. Ну и в продолжение темы 3D-принтеров, вот вам еще один свеженький кикстартер-проект, на этот раз из серии «Распечатай сам», а именно небольшой симпатичный виниловый проигрыватель Lenka MD Turntable, основанный на модульном принципе. Приобрести его можно как в готовом видео за 200 евро, так и в виде набора электроники, включая голову, плюс, собственно, 3D-чертеж всего остального. В этом случае верток обойдется и вовсе в 100 евро. Модульный принцип, кстати, подразумевает, что к готовому проигрывателю можно будет легко подключать различные дополнительные модули, типа встроенных динамиков, ну или, например, Bluetooth-передатчика. Ну а картриджи сюда подключаются любые. Интересно? Тогда ищите ссылку на проект в описании. А теперь, друзья, долгожданная VST-шка мечты, позволяющая обрабатывать индивидуальные барабанные звуки в контексте единой вавдорожки. Drums SSX – это плагин, который поможет справиться с немыслимой доселе задачей независимой обработки отдельно взятых барабанов, записанных в одной стереодорожке. Плагин умеет автоматически разделять компоненты стереосигнала на отдельные частотные и временные составляющие, соответствующие тому или иному типу барабанных звуков. К каждому из этих компонентов можно будет применить независимую эквализацию и компрессию. Стартовая цена чудо-плагина всего 35 долларов, но позже ценник вырастет до стандартных 89 долларов. Подробности, как обычно, по ссылке в описании. Перейдем к исследованию новостей мобильного софта. Ну и начнем с новой второй версии софтового грувбокса Korg Electribe Wave 2.0. Изменений относительно первой версии здесь не слишком много, однако они достаточно важны. Это и возможность загрузки собственных сэмплов в барабанные слоты, и функция экспорта готовых паттернов в виде аблтон-сетов, и новые наборы волноформы барабанов, и функция паттерн-плей, ну и много чего еще. Само приложение, как вы, наверное, уже догадались, при этом является идейным продолжателем старых добрых железных электрайбов и позволяет быстро и безболезненно сочинять простые паттерны где угодно. Ну а стоимость его составляет 20 долларов. И еще одна мобильная новинка для любителей посэмплить – приложение LoopField от Reflow Studio, задуманное как гибрид из рекордера для полевых записей и луп-плеера. Записанные сэмплы мгновенно обрабатываются с помощью встроенного гранулярного алгоритма. Дополнительно петли можно сдобрить встроенными эффектами, ну и по окончании работы благополучно сохранить в виде WAV-файла и экспортировать в вашу DW, например. Стоимость этого приложения – 4 доллара. Ну и, наконец, очередное бесплатное добро, а именно софтовая библиотека SynthPets для бесплатного сэмплера Labs от Splitfire Audio, включающая несколько обволакивающих эмбиентных пэдовых звуков, засэмплированных с железных сэмпов. И еще кое-что для тех, кто никак не может перестать играть в компьютерные игрушки и начать писать музыку. Представляем SynthMulator – уникальный эмулятор модульного синтезатора для Windows, выполненный в формате компьютерной игры, ну или виртуальной реальности, тут уж называйте как хотите. Synth этот оснащен всем необходимым, включая осцилляторы, фильтры, секвенсоры и так далее. Ну а стоит приложение ровно ничего, точнее, ровно столько, сколько вы сами решите заплатить. Donation, то бишь. Ссылочки для скачивания перечисленного добра, как данного синтезатора, так и упомянутого выше Labs от Splitfire Audio, имеются в описании. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео в соцсетях. Ну и до встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok